Конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территории города в Новополоцке – мероприятие традиционное. А с каждым годом желающих сделать свой двор краше становится больше. И это неудивительно, ведь результат участия не просто вот такая красота под окнами, но и неплохие призы. Подведение не только запланировано на октябрь месяц, то есть сейчас наиболее активный период. Об данном конкурсе было известно еще в апреле этого года. В целом новополучане всегда очень активно благоустраивают свои придомовые территории. Ну и конечно еще и участвовать в конкурсе – это вдвойне приятно, потому что это есть возможность и заработать даже какой-то приз, который можно будет пустить в том числе и опять-таки на украшение своего двора. Наводят красоту сами жители в помощь работники ЖЭСов. В этом году номинации только две – лучшая придомовая территория и лучший подъезд. На победу в обоих претендуют жители молодежной 179. Этот двор среди участников не новичок, к делу подходит основательно. Яркие клумбы, оригинальные малые архитектурные формы, обновленный цоколь дома. У меня около 12 дипломов в доме. Все они в подъездах повешены. Мы стараемся поддерживать, благодаря, конечно, ну и жильцу меня хорошие. А в этом году рассчитываете на победу? Конечно, если будет альтернатива моему дому и будет какой-то дом лучше, чем мой, я буду подтягиваться к этому. Но если они будут лучше, значит мой первый. Какой из дворов станет первым, решат комиссионно уже в октябре, пока желание стать участником конкурса изъявило более 10 городских дворов. Но еще есть время подать заявки на участие в смотре конкурсе. Сделать это можно до середины сентября. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.